Казанский федеральный университет учит первой медицинской помощи. МВД на страже студентов. Черная пятница, подводные камни. Золото дорожает? Всем привет! В эфире Универ Новости, а в студии Валерия Карташова. В высшей школе государственного и муниципального управления Казанского федерального университета начали стажировку по программе лучшей практики в сфере государственного и муниципального управления опыт Республики Татарстан государственной служащей администрации губернатора Санкт-Петербурга. В торжественном открытии приняли участие заместитель руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга, председатель комитета государственной службы и кадровой политики администрации Андрей Михайлов, Руководитель департамента государственной службы и кадров при РАИСе Республики Татарстан Александр Белов и директор ВШГМУ Игорь Привалов. По его словам, подготовлена специальная программа, которая предполагает изучение лучших управленческих практик Республики Татарстан. Встреча с ведущими экспертами практики в сфере работы с населением, информационных технологий, привлечения инвестиций и инфраструктурного развития. Наш руководитель РАИС Республики Татарстан Магович Маниханов вчера встретился с руководителем Санкт-Петербурга Бегловым. И там было отмечено о том, что нужны стажировки госуправленцев, чтобы понимать, насколько продвинулись в тех или других областях те субъекты, которые... А мы являемся лидерами. Мы обречены на совместную тесную плотную работу. По итогам сентября 2023 года запасы российского золота увеличились на 2% и достигли рекордного показателя за всю современную историю страны. Исторический золотой резерв ведет свое начало из далекого 1861 года, когда был учрежден Государственный банк. На сегодняшний день запасы золота в России достигли рекордных показателей – 2,36 тысяч тонн. Среди государств с крупнейшими золотыми резервами Российская Федерация занимает пятое место. На первом месте расположились Соединенные Штаты Америки, на втором – Германия, на третьем – Италия, а на четвертом – Франция. Золотой запас или золотой резерв страны составляет приблизительно четвертую часть общих международных резервов. Это достаточно высокий показатель, если сравнивать с другими странами. Золотые резервы – это запасы золота, которые находятся во владении правительства страны или ее Центрального банка. Исторически они использовались для поддержания стабильности национальной валюты и ее оплаты другим странам. С начала развития и использования бумажных денег золотые резервы получили новое значение, как гарантия выплат и выполнения международных обязательств. Они хранятся в форме слитков или монет, причем большинство стран предпочитает хранить золото именно в виде слитков. Для защиты от кражи и порчи резервы хранятся в специальных хранилищах, которые обычно располагаются на территории страны или в международных банках. В настоящее время большая часть золота, входящего в состав золотовалютных резервов, хранится в виде слитков. Небольшая часть в виде золотых монет. Все золото, находящееся в распоряжении Центрального банка, хранится, безусловно, на территории Российской Федерации, в специальных хранилищах Центрального банка. Золото является международно признанным активом и используется в качестве расчетной единицы между странами. Это помогает установить доверие в международных финансовых отношениях и облегчает условия взаиморасчетов. Золотые резервы работают таким образом, что страна может продавать или покупать золото у других государств и международных организаций. Например, если у страны есть дефицит торгового баланса, она может продать часть своего золотого резерва, чтобы купить товары или услуги у других. Или же, если страна испытывает необходимость в увеличении своих резервов, она может купить их у другого государства. Золотые резервы, как и все золотовалютные резервы, безусловно, контролируются Центральным банком. Именно Центральный банк приобретает золото для включения их в состав золотовалютных резервов. Именно Центральный банк определяет, каким образом это золото используется. Именно Центральный банк хранит золото. Добыча золота во многом влияет на экономическое развитие страны. Именно этот драгоценный металл является значительным экспортным товаром. Благодаря своему богатству природных ресурсов Россия продолжает оставаться одним из крупнейших добытчиков. Поэтому пополнение золотых резервов для Российского Центрального Банка не является существенной проблемой. Кристина Отекина, Ильшат Хусаянов, Универ Новости. Спаси жизнь! Именно так звучит лозунг первого Казанского форума, который включает в себя олимпиады, мастер-классы, выставки, пленарные заседания и многое другое. Казанский федеральный университет проводит его для учителей общеобразовательных учреждений Республики Татарстан. Ключевая цель – снижение смертности детей и освоение педагогическими работниками практических навыков по оказанию первой помощи. На базе Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета прошла олимпиада для учителей общеобразовательных учреждений Республики Татарстан. По результатам первого тура олимпиады 10 команд преподавателей, набравших максимальное количество баллов по тестированию, приступили ко второму этапу, где профессиональное жюри будет оценивать уже практические навыки. Все участники, вышедшие в финал, получили бумажные сертификаты, подтверждающие их право на оказание доврачебной первой помощи. Это у нас первый Казанский форум «Спаси жизнь». Впервые мы его проводим. Основная цель, конечно, это повысить значимость первой помощи среди образовательных учреждений, чтобы снизить смертность детей. Сегодня у нас по программе это проведение очного тура, второго тура олимпиады, на который вышли 10 команд из города Казани. Далее у нас практика ориентированного мероприятия на площадке филармонии. Симуляционный центр Института фундаментальной медицины и биологии стал площадкой для реализации небольших сценок. В каждой из них происходят смоделированные события, где главным героям необходимо оказать первую помощь в той или иной ситуации. Среди них приступ эпилепсии, непроходимость дыхательных путей, вызванная посторонним предметом, а также травмы рук, головы и других частей человеческого тела. В процессе прохождения каждой из станций преподаватели оттачивали свои навыки первой помощи. И демонстрировали членам жюри все, чему научились за время прохождения обучения в рамках форума. Как считает председатель комитета по охране здоровья Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Бадмаба Шанкаев, проблема оказания первой помощи не просто остро стоит на данный момент. Она являлась актуальной всегда. Есть вопросы, которые мы должны вместе с вами регулировать здесь. Именно вот эти люди, наши дорогие коллеги, те самые проводники оказания хорошей, качественной первой помощи для всех. Начинаем со школы. В школах тоже бывают трагедии. В школах бывают ситуации, когда надо дождаться скорой, но в этот момент надо оказывать первую помощь. И мы очень рады, что наши коллеги учителя, наши товарищи учителя, преподаватели совершенно разных уровней осознали эту необходимость. И тоже, как и мы, врачи-хирурги активно участвуют в таком же обучении. Кстати, обучение очень классно сделано, эмоционально, красиво. Сразу после официальной части гостей пригласили на оглашение результатов филармонию имени Габдулы Тукая. На сцене под звуки торжественной музыки победителей, призеров и участников наградили памятными грамотами, статуэтками и подарками. Каждый из тех, кто стоял на сцене, смог почувствовать себя участником чего-то большего, чем просто форум. Ведь идея его была проста. Главное не победа, а спасенная жизнь человека. По словам главного внештатного специалиста по первой помощи Луганской народной республики, Донецкой народной республики, Запорожской и Херсонской областей Артема Катулина, каждый, не только учителя и преподаватели, должен обладать достаточными навыками оказания первой помощи, невзирая на профессию или статус. Ведь в повседневном быту возможны различные несчастные случаи. Считаю, что все должны уметь, все граждане Российской Федерации должны уметь оказывать первую помощь, независимо от его, скажем, гражданского сословия, так скажем. И мы считаем, что, по идее, эту первую помощь нужно начинать преподавать в школах, да, собственно, потому что достаточно большое количество травм или, например, в ДТП погибает достаточно большое количество людей, да, на машинах многие ездят, пешеходы и прочее. Поэтому должны уметь оказывать первую помощь абсолютно все. Таким образом, организуя подобные мероприятия, Казанский федеральный университет встает на путь борьбы с незнанием людьми основ оказания первой помощи. И способствует благоприятному разрешению непредвиденных ситуаций в образовательных учреждениях. Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универ Новости. Грядут дни самых больших скидок и распродаж, а именно Черная пятница. По крайней мере, об этом кричат рекламные баннеры и реклама на телевидении и в интернете. Но так ли все сказочно на самом деле? И действительно ли можно получить внушительную выгоду? Смотрите в сюжете. Черная пятница. В результате большого потока покупателей на дорогах возникали такие автомобильные пробки, что на картах трассы окрашивались в черный цвет. В наше время Черная пятница обрела мировой характер. И в России почти все розничные компании объявляют 11 ноября днем скидок. Мы все знаем, что в Черную пятницу многие компании предлагают очень серьезные скидки на свои товары. И это не совсем маркетинговая стратегия. Это скорее бытовая стратегия, потому что их цель продать. Это короткосрочная цель. Маркетинг, он пытается сформировать долгосрочные отношения. Черная пятница эксплуатирует нашу ограниченную рациональность. Мы не замеряемся с заменой изменения динамики цен. Нам просто предъявляют высокие скидки. Если рассматривать российский розничный рынок, то традицию проведения Черной пятницы эксперты из сферы маркетинга оценивают неоднозначно. Все дело в теории, где говорится о рациональном потреблении и концепте одного дня скидок, которые зачастую скрывают за собой абсолютно такую же цену, о которой она была до Черной пятницы. Так, перечеркнутые желтые и красные ценники – классический трюк, который создает у человека иллюзию выгодной покупки и заставляет приобрести товар. Ведь скидка скоро закончится. Это второй прием от продавцов. Манипуляция ограниченным временем и психологическое давление на покупателя. Мы хотим избежать потерь. Если, например, вы купили новый телефон и радуетесь его приобретению, а потом потеряли телефон, горечь от потери будет в два раза сильнее радости от его приобретения. На просторах интернета можно найти выражение агрессивный маркетинг. Но на деле описанные ранее способы взаимодействия с клиентом не имеют никакого отношения к настоящей отрасли в экономике. Качественный и верный маркетинг выступает против агрессивных продаж и завлекания покупателей на якобы огромные скидки. А чтобы защитить свой кошелек и не потратиться на импульсивные покупки, о которых в будущем можно пожалеть, эксперты из мира маркетинга рекомендуют в первую очередь не торопиться с покупкой, даже если на вас психологически давят. Критически относиться к любому предложению, если оно кажется вам невероятно выгодным. Ведь на деле подобные способы быстрой продажи придуманы задолго до появления его в магазине. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универ Новости. В актовом зале Института управления экономики и финансов Казанского федерального университета прошла встреча студентов из стран СНГ с представителями администрации ВУЗа и различных структур Министерства внутренних дел по Республике Татарстан. Где жить? Как продлить регистрацию? Почему важно следовать законам Российской Федерации? Ответы на эти и другие вопросы в сюжете нашего корреспондента. Казанский федеральный университет предоставляет комфортные условия для проживания и обучения. Для налаживания контактов со студентами администрация ВУЗа и Управление Министерства внутренних дел по Республике Татарстан проводят встречи, на которых подробно разбирают вопросы, актуальные для иностранных студентов. 2 ноября в актовом зале Института управления экономикой и финансов прошло очередное заседание с учащимися из СНГ. Для ВУЗа важно поддерживать диалог со студентами, поэтому приглашаются представители различных ведомственных структур. Директор Департамента внешних связей Ольга Вершинина рассказала о значимости мероприятия. Сегодня мы проводим встречу иностранных обучающихся Казанского федерального университета с представителями администрации и с представителями Министерства внутренних дел различных подразделений МВД. В Казанском университете обучается 12 тысяч иностранных обучающихся и порядка 4 тысяч это студенты, которые поступили к нам в университет в этом году. Из администрации КФУ и Министерства внутренних дел по республике Татарстан были приглашены специалисты по борьбе с наркотиками и экстремизмом. Студенты активно участвовали в беседе. Им были интересны многие вопросы. Какие меры безопасности принимаются в университете? Есть ли психологическая помощь для иностранных учащихся? Какие деяния уголовно наказуемы? И прочее. Студенты из стран СНГ также интересовались процедурой прохождения медицинского освидетельствования и порядком получения тех или иных справок в университете. Отдельными пунктами было выделено проживание в общежитиях Казанского федерального университета. Поэтому чрезвычайно важно рассказать им о правилах пребывания в университете на территории Российской Федерации. Предостеречь, возможно, от попадания в какие-то сложные, непредвиденные ситуации на территории Российской Федерации. Это очень-очень важно. На мероприятии выступают представители управления по контролю за оборотом наркотиков, представители Центра по противодействию экстремизма МВДРТ и, конечно же, представители управления по вопросам миграции. Несмотря на то, что на встрече поднимались серьезные вопросы, атмосфера оставалась дружеской. Студентам рассказали про многие аспекты учебы в Казанском федеральном университете, про деятельность молодежных объединений, кружков и секций, про спортивные и культурные мероприятия. Дискуссия получилась насыщенной, а проблемы, с которыми столкнулись иностранные учащиеся, будут решаться администрацией ВУЗа и Министерством внутренних дел по Республике Татарстан. Николай Суховский, Тимур Ахметов, Универ Новости. На этом все. В студии была Валерия Карташова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok